У купца Еремея Бабкина спёрли енотовую шубу. Взлую купец Еремея Бабкин, жалко ему, видите ли. Шуба-то, говорит, больно хороша, граждане, жалко. Денег не пожалею, а уж найду преступника, плюну ему в морду. И вот вызвал купец Еремея Бабкин уголовную собаку Ященьку. Является этакий человек в кепочке, в обмотках, а при нём собака. Этакая даже собака собачища, коричневая, морда острая и несимпатичная. Ткнул этот человек свою собачку в следы возле двери, сказал «псс» и отошёл. Понюхала собачка воздух, повела по толпе глазом, на рот-то, конечно, собрался. И вдруг подходит к Бабке Фёкле с пятого номера и теребит её за юбку. Бабка за толпу, а собака за юбку. Бабка в сторону, и собака за ней. Держит за юбку и не пущает. Рухнула Бабка на колени перед агентом. «Ой, виновата! Признаю! И пять вёдек закладки – это так! И аппарат! Это действительно верно! Всё находится в ванной комнате! Ведите меня в милицию!» Ну, народ, конечно, ахнул. «А шуба? А про шубу я ничего не знаю и ведать не ведаю. А остальное – альтатак! Ведите меня! Ой, казните!» Ну, увели Бабку. Снова ткнул этот человек собачку свою в следы возле двери. Сказал «пссс» и отошёл. Понюхала собачка воздух. И вдруг подходит к управдону. Побледнил управдон. «Упал! Вяжите меня, – говорит, – со значительные граждане. Я деньги на воду собрал, а деньги на свои прихоти и истратил. Ну, бросился народ! На управдон стали вязать его! А собачка тем временем подходит к гражданину из седьмого номера и теребит его за штаны. Побледнил гражданин, упал перед народом. Виноват, – говорит, – виноват! Я подчистил год в трудовой книжке. Я, я вот мог служить в армии, защищать отечество, а я живу в седьмом номере, пользуясь электрической энергией и другими коммунальными услугами. «Хватайте меня!» Ну, растерялся народ, говорит, – что за поразительная собака? А купец Эремей Бабкин заморгал очами, поглядел вокруг, достаёт деньги и подаёт их агенту. «Уводи, – говорит, – свою собачищу, – к свиньям собачьим!» «Пущай!» – пропадает енотовая шуба, пёс с ней! А собачку уж тут сидит перед купцом и хвостом вертит. А то шо купец Эремей Бабкин? Собачка-то к нему сидит перед ним и его калоши нюхает. Заблекотал купец, побледнел. Ой, ну, говорит, бог правду видит, если так. Ой, я и есть и сукин кот, и мазурик, и шуба-то, говорит, братцы, не моя, шуба-то, говорит, я у брата своего зажилил. Плачу и рыдаю, ну, разбежался народ, а собачке и воздух некогда нюхать. Схватила она там двоих или троих, кто подвернулся. Покаялись и эти. Один казённые денежки в карты пропёр, второй жену свою утюгом тюкнул, а третий, третий такой, сказал, ну, и передать неловко. Ну, разбежался народ, опустел двор. И вот, остались только агент и собака. И вот, значит, подходит друг собачка к агенту, и перед ним хвостом виляет. Побледнил агент и упал перед собакой. Кусайте меня, говорит, гражданка, я на ваш собачий харч три червонца получаю, а два себе беру. Чего было дальше, неизвестно. Я от греха поскорее смылась. Редактор субтитров А.Семкин